Всем привет! Константин, Александр. Сегодня у нас обзор на замечательную Lada Vesta. Советский автопром выпустил уже в прошлом году, в этом году вот уже собственно обновление даже у них будет, но об этом мы дальше расскажем. Сегодня будем делать обзор, первый видеообзор наш совместный и вообще в первом принципе на автомобиле именно видеообзор. Давайте начнем с дизайна, потом уже перейдем к техническим характеристикам. Собственно, у нас машина в топовой комплектации, красивого красного цвета. Давай сразу цену. Цена за данный автомобиль, если я не ошибаюсь, сейчас около 679 тысяч рублей в топовой комплектации. Да, конечно, очень сложно привыкнуть к новым ценам. Раньше такие цены можно было купить, наверное, в минимальной комплектации, но даже не в минимальной. Чуть выше, с кондиционером, даже на автомате, наверное, можно было. Но это было очень давно, сейчас об этом уже стоит забыть. Сейчас за эти деньги, в принципе, что-то новое купить вообще нереально. В похожей комплектации, то есть сколько конкурентов они стоят, там у кола, он стоит в такой же комплектации за туда 700 тысяч. Какой еще? Rapid можно рассмотреть, но опять-таки он тоже стоит выше, потому что это Skoda, собственно. А китайцы? Китайцы? Ну, китайцы вообще люди боятся, на самом деле, брать пока, хоть они не заварил крынок. Ну, Cherry, возможно, Cherry, бонус. Блин, но если выбирать, на самом деле, китайскую, русскую машину, я взял вот это. Да, на самом деле, плюс в том, что вы в любой деревне заедете, в принципе, в любую мастерскую, и любой смесор, автомеханик, он, в принципе, даже если откроет капот... Он, кстати, обалдеет, когда откроет капот, мы вам потом покажем. Там просто применена изолента с завода. Советская или Российская, не указанная. Да, крутая изолента черная. Суть в том, что вы в любом месте сможете либо сами, либо с помощью любого автомеханика починить, и запчасти будут идти намного быстрее, нежели китайские. То есть, китайцы, проблемы с запчастями как-то странно, но тем не менее. То есть, мы автомобиль вообще рассматриваем, как такой бюджетный, семейный вариант? Ну, да. То есть, семейный для молодой семьи, для молодых людей, которые хотят себе первый автомобиль, которые стесняются есть, может быть, на советских, на российских грантах, приорах, там, десятках и других, скажем так, квазовских автомобилей. Мы, кстати, не стали ее занижать, вот. Мы очень хотели занисть ее. Да, сделай такой, ну да. Лада Седан Баклажан, но нет. Клиренс, кстати, здесь 17 сантиметров. Это, кстати, очень много. Да, то есть, вот, если... Скажу так, у меня наш кода Yeti был 18 сантиметров. Да, то есть, есть, между прочим, это, в принципе, такой загородный кроссовер. То есть, 17 сантиметров. Да, в принципе, бордюры в городе не страшны, в принципе, никакие, да? В принципе, они никакие не страшны, потому что, в принципе, этот бампер, видно, ну, в принципе, если посмотреть, он не царапается. Как бы, как у многих машин, которые чуть ниже. То есть, там, не знаю, пола, он все равно видно, там, когда берешь тестовую машину, там, люди царапают. Что у нас тут за двигатель стоит? Двигатель здесь стоит 1,6. Как бы, претензий к нему, в принципе, нету, за свои деньги. Ну, конечно, 106 лошадей маловато и хотелось чуть быстрее. Но, с другой стороны, здесь... А какой, кстати, разгон до сотни у нее? С механикой и с автоматом? Да, кстати, вот, ездил и на механике, и на автомате. Спасибо Пресс-парку, собственно, автоваза. На механике чуть быстрее, наверное, где-то секунд 11 мне удавалось до сотни. По паспорту там около, так же, где-то 11, почти и 8, что-то типа такого. Здесь по паспорту заявлено, если я не ошибаюсь, около 12,8, где-то вот так вот. Здесь немножко медленнее получается переключаться за счет того, что здесь робот. Робот, к сожалению, имеет такую особенность, что он, как бы, построен на основе механической коробки передачи и у него есть задержка там буквально 2 секунды, примерно, между переключением. То есть, например, если вы едете, там, в потоке скорости у вас, например, 60-ки, вот сейчас вы едете на, там, третьей передаче, вы хотите переключиться и, собственно, едете, нажимаете тапку в пол и он думает. Думает и потом переключается. Это, наверное, за счет того, что все-таки робот, как я показал, здесь с одним сцеплением, то есть у нас тут один из толканца робот был. По, например, по оптике, да, оптика, на самом деле, красивая. Блин. Вообще, машина создает такой красивый внешний вид. Ну, да, вот если мы отойдем, фронтально, она выглядит прикольно, реально. Претензий внешних нет, в принципе. Если бы мы закрыли вот это, вы бы даже не поняли, что это жгули. Ну, да, то есть, когда, например, вот где первая машина на роботе мне досталась перед Новым годом на почти целый месяц, я на ней проездил и, на самом деле, так как машина, в принципе, в Москве была еще новая, то есть мало еще было именно в Московском регионе таких машин, то останавливаясь на постах, останавливаясь в пробах, там, даже сейчас отъезжу и, там, притормози, расскажи, как. Потому что люди интересуются. Ну, сегмент, как бы, популярный, я думаю, в любом случае, если брать именно новые машины. Ну, популярные, да, потому что спрашивают не только, скажем так, люди, которые на подобных ездят или старых иномарках, спрашивают и на топовых, на геликах меня даже попросили пристановиться, спросили, что ж, как. Стойки, например, которые многие жалуют, там, у других автовазовских, когда сидишь внутри, что человек едет, например, и видит пешеходов, либо машинка поворачивает, то есть, ну, плохой обзор засток. Здесь такого нету, здесь форма стекла и стойка, она очень удобная, кстати. А, на самом деле, салон тоже комфортный, в принципе, для своего класса. Ну, мы, Даню, тоже идем. Вот, по мнению, еще стоит отметить, что зеркала здесь очень хорошие и с повторительным поворотом, что, на самом деле, для ВАЗа это круто. Не все, скажем так, даже ставят в топовых комплектациях бюджетные автомобили зарубежные. Да, 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 но вот у Фоктагена раньше не было укола. Сейчас, не знаю, может быть, ставят уже? Ну, укола, скорее всего. Ну, что, мы теперь в салоне заведем. Давай заведем. Очень прилично, на самом деле, сделаем. Ну, естественно, пластик жесткий. Прям вот-таки самый жесткий. Ну, да, он просто, как бы... Он бюджетный. Да, бюджетный пластик, в принципе, тут все. Вот это, конечно, вот эти места, я думаю, со временем сотрутся. Боковые. Да, боковые. Такой они в пластик. Ну, вот здесь, на центральной панели все, в принципе, ничего. И медиа-система... Да, мультимедиа идет в топовой системе. Сейчас, вроде бы, как, возможно, поставится другая, но, скорее всего, как дополнительная. То есть, не приходишь, говоришь, хочу мультимедиа, они говорят, либо такая, либо другая, которая будет более, по дизайну, по качеству экрана, потому что здесь вот что-то наподобие резистивного экрана, который, в принципе, уже, сенс, ну, он очень такой туговатый. Ну, на самом деле, выглядит не так туговато, я скажу. Ну, да, на самом деле, у некоторых топовых машин, например, похуже все это. Даже есть тут навигация. Да, CityGid стоит, причем первое время, например, он у меня не хотел отображать дома, я не знаю почему. То есть, вот, собственно, дома сейчас соображаются, изначально не хотел. Вот, можно потыкать. Ну, видно, да, что он такой. И это не самые быстрые системы, но вполне, вполне ничего. Подогрев сиденья. Да, подогрев сиденья передних только, например, какой-то газик из задних нету, но, возможно, в дальнейшем когда-то появится. У меня тоже не было задних. Греет, на самом деле, вот мы сейчас включим тебе, почувствуешь, насколько быстро, потому что реально греет хорошо. Что касается расхода, например, если взять, да, основное, что волнует, это клиренс, расход. Расход здесь по городу где-то 7 у меня получался, по паспорту даже этого не помню, что около 8 может быть. По трассе до 6 спокойно он опускается, то есть 6 литров это, в принципе, хватает. Ну, да, чувствуешь, что греет. Можно включаться, где потеют. Что еще можно отметить, например, то есть, огромный бардачок, который бьет мне по ноге. Да, бардачок здесь реально огромный, благодаря как в вазах раньше. В такой красивой папочке у нас идет документация фирменная с логотипом Lada. На самом деле прикольно. Ручка есть, визиточки, то есть, все очень удобно. Тут, собственно, есть у нас системы различные. Ну, нету лампочки, но это нормально, даже в машине за миллион такого может не быть. Здесь даже здесь есть, то есть, в принципе, для женщин это вообще машина идеально подходит. Это был в салоне. А что за кнопка SOS? Кнопка SOS, это система оповещения, например, в авариях или штукмусах где-то далеко. Если ты не можешь, собственно, сам вызвать с тобой связаться с оператором, если, опять-таки, ты не выходишь на связь, то оператор определяет по ГЛОНАССу, где-то находишься, он видит, и к тебе отправляется машин скорой помощи. То есть, если мы сейчас на нее нажмем, к нам приедут? Нам не приедут, мы, собственно, позвоним в центр. Мы нажмем на нее, она позвонит? Она позвонит в информационный, вернее, в экстренный центр, где сидит оператор, собственно, который и скажет, да, что у вас случилось. И вот по статистике, по крайней мере, когда был Новый год, за тот период, было около 5000 звонков, и примерно большая часть это просто люди вот нажимали. Интересно, что это такое, вообще? Да, остановит у нас свет, подсветка, собственно. Ну, и это показывает, как раз-таки, и остальные. А это что такое интересное? Это, по значению, скорее всего, как раз-таки, то, что, возможно, Bluetooth можно почитать, кстати. Слушай, вот, на самом деле, не глазастая. Я, на самом деле, вот, на эти ламочки редко обращение. Две подушки, да? Да, подушки в Новый, причем, вот, как раз-таки, о чем говорили на улице, вот, как раз в мае месяце, началась сборка обновленных вес немножко. Подушки будут спереди и боковые, в креслах встроенные. То есть, на самом деле, это очень здорово получается, потому что как раз здесь будет. Весь салон. Посмотрите, кстати, материал вообще реально. Ну, материал, не, очень удобно, то есть, ковшевидные, в принципе, сидения, они мягкие, но, тем не менее, как бы, когда в них сидишь, нет ничего такого, что, вот, как бы, неприятно. В плане, например, посадки. Вот я сейчас, в принципе, сижу максимально, как я обычно сижу. Давай микрофоном. То есть, в плане посадки очень машина удобная. Я возил в ней максимально пятерых человек, взрослых, из них трое были мужчины. Собственно, всем было удобно. Как бы, никто не жаловался, что мало, ну, конечно, с длинными ногами, например, у меня у тебя проблем будет. Но, на самом деле, для большинства этого хватит. Да, по качеству отделки, в принципе, претензий нет. Тут даже какой-то вот заказ под кожу. Ну, и кожзам, да. У иксов, у них там у иксов, у них там будет, как раз, у них более отчетлив. Собственно, сам робот включается любой другой. Кстати, вот у нас здесь есть даже камера заднего вида, Топовая, по качеству, я считаю, не хуже, чем у любой иномарки. То есть, виды абсолютно. Собственно, что еще стоит отметить? Ну, конечно, хотелось бы добавить направление. Сейчас это уже, в принципе, все делают. Но это именно отметку до опасной. А, направляющей. Да. Что еще стоит отметить? В новых комплектациях также будет уже климат, что, на самом деле, дороже. Здесь только кондиционер, но там еще будет климат. Двухзонный или нет? Это я покажу. А у нас здесь аукс. Зарядка, собственно, для давности. Небольшой бардак здесь. К сожалению, здесь, на самом деле, из так вот и чужую, что не удобно, для стаканчиков. То есть, такие стаканчики стоят, но они вот болтаются. Ну, да, тут это дуно. А, они не глубокие. Но даже, ну, хорошо, сюда поставить более-менее. Но, допустим, бутылка сюда, уже даже, ну, 0,5, там, не знаю, там, какая-нибудь бунако, не бунако. То есть, это не реклама, конечно, но, тем не менее. Синебрэйшн стал без. Какой ли вредит вашему здоровью, собственно. Оно, собственно, не влезет, но не за рулем. Оно сюда не влезет, на самом деле. То есть, она вот встает вот так боком и падает. Это минус, конечно. Что еще стоит? Есть подлоконник, который, в принципе, он удобный, но он хотелось бы, как у всех, то есть, отдельную панель, которая, собственно, сейчас ставится допами. У X-ray тоже, но она все равно, ну, непривычно, маленькая. Она узкая будет, которая видел. Как-то тут она не всегда понятна. Она должна же, хоп, и за счет. Ну, да, то есть, ты, получается, опускаешь до конца. Вот, один щелчок маленький, чуть больше. Вот туда, тут надо привыкать. Почему-то ее очень любят ломать журналисты. Я не знаю, как, но они, вот, предыдущие тестовые машины, она болталась у меня. То есть, машина убивает, на самом деле. Это очень любят журналисты, делают убивать машины. Как? Многим не понятно. Слушай, смотри, даже круиз-контрол есть. Да, круиз есть, он работает, собственно, его работу мы тоже можем попозже показать. Он справляется с задачей, вообще отлично, то есть, не чувствуется вообще ничего, что, как бы, неожиданно. То есть, ты едешь, включаешь его, и едешь, как на иномарке. То есть, нету прямо такого, что, блин, что-то он там поступает. Нет, он шикарно. То есть, можно добавить, скорость прибавит, чуть не проблема. А вот я смотрю, тоже Bluetooth есть. Да, здесь есть, собственно, так, здесь есть соединение с телефоном, можно подключиться. А ты у тебя подключен? У меня не подключен, но можно, если попробовать. Сейчас мы его включим. Пойдем, должен подключиться. Он тебя должен определиться. Да, погоди, мне тогда нужно включить Bluetooth. Да, конечно, включить. Собственно, сейчас мы еще вам покажем такую вещь, как, например, бортовой компьютер, как видно. Он, например, тоже можно включать. То есть, показывает, сколько на одном баке вам осталось доехать, сколько пройдено с последнего сброса, собственно, сколько, опять-таки, после последней заправки машина проехала. То есть, сегодня сколько вы проехали, все. Вот он, в принципе, это показывает. Этого, на самом деле, хватает. Вот сейчас мы стоим на солнышке. Он нам даже показывает температуру, что за бортом. Подключено. Так, ну и что, я сейчас давай попробую позвонить тебе. Да, позвони мне. Можно, собственно, набрать отсюда даже. Да? Да, вот можно вот так. Вот, сейчас посмотрим. Нас помните номер. 14, 87, 50. У, так неправильно я вам. Вот так вот. Так, а где? А, вот здесь он так вот. Да, звонит. Сейчас он соединится. Вот. Что еще из плюсов стоит отметить? Здесь есть подочечник, собственно, вот здесь. Ого. Ничего себе, где он. Да. Обалдеть. То есть, в принципе. Ты, в принципе, так можешь вот так ехать, ехать, потом схватиться и на те уже очки. Ну, здесь ты не схватишь, что ты здесь не допытаешься. Да. Поэтому мало кто здесь берется. Обалдеть. Здесь спрятали очечник. Ну, на самом деле, ты здесь все занято, да, уже? Ну, там, скорее, как раз глаз вот этот стоит. Поэтому, возможно, так и получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok